Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Дубов Стасюк и в этом видео я хочу с вами поделиться своей очередной покупкой для рукоделия. Сделала я свой заказ в магазинчике Томкин Ларчик. Это мой один из любимых магазинчиков. Почему любимый? Потому что, можно сказать, свои первые заказы, когда я только начинала заниматься рукоделием, я делала в этом магазинчике. Там можно приобрести много чего интересного. Давайте смотреть мою покупочку. Все ссылки на магазинчик я оставлю под видео. Посылочка пришла ко мне достаточно быстро. То есть, я заказала и сразу же на второй день, кажется, мне пришла посылочка. Ну что ж, давайте смотреть, что там внутри. Вот. Делала я заказик свой из-за вот таких вот пластиковых шаблончиков, звездочек. У меня уже есть такие разные шаблончики для бантиков, которые мне подарила моя подписчица. И вот я в Томкином Ларчике увидела вот такие звездочки. Они вот разных размерчиков. Вот идет размерчик, кажется, 6 см или 7 см. 7, 6 и 5 см. Вот такие вот звездочки. Я обожаю делать бантики такие маленькие для маленьких принцесс. И пользоваться картонными заготовками, как вы знаете, не очень-то удобно, потому что картос рано или поздно теряет свой вид. И поэтому я решила воспользоваться вот такими вот шаблончиками. Как ими пользоваться, я еще не знаю. Но в ближайшее время я сниму мастер-класс и вам обязательно покажу. Но что хочу сказать, что ни на одном сайте пока в Украине я не видела вот таких вот пластиковых шаблончиков. Ссылку я оставлю внизу, я уже говорила под видео. Итак, давайте смотреть, что я заказала дальше. Тут у меня пакетики, я сразу, чтобы побыстрее, разрезаю. Заказала я черные тычинки. Не знаю, они у меня быстро расходятся. И тут, в Ивано-Франковске, их найти так вот, чтобы купить пучок, ну, можно ни денег не найти. Поэтому я решила заказать себе вот такие черненькие тычинки. Обыкновенные, самые обыкновенные, большие. Дальше смотрим. Вот такой идет сутажный шнурок, веревочка. Я себе запланировала такие красивые бантики, показать вам. Вот и заказала вот такой шнурочек. Дальше у меня репсовые ленточки для бантиков со звездочками. Корошек. Вот дальше, что у меня там. Вот такие вот гребешки. Тоже собираюсь сделать гребешок из кустальных таких бусин. Вы, наверное, уже видели. Мастер-классы есть. Но я собираюсь сделать гребешок для своей племяшки. Далее. Заказала я несколько крышечек. Таких вот, кажется, 10 штук, уже не помню. Это тоже для бантиков разных. Дальше, дальше, а дальше, а дальше у нас подарочек. Спасибо, Томочка, за подарочек. Который приятно всегда радует. Вот такие вот наклеечки. Фиксики. Так. Что еще там у нас? И вот такие пони. И такие красивые принцессы. Кстати, я вот такие вот картинки делаю сама. Тоже могу поделиться ссылкой на мастер-класс. Как их сделать. Особенно у кого есть принтер, почему бы не сделать это самостоятельно. А вот у кого нету возможности сделать самостоятельно такие вот картинки, вы можете заказать себе в Томкином Ларчике. Дальше, дальше у нас идут... Заказала я вот такие штучки. Не знаю, как правильно они называются. Это металлические держатели бусин, из которых изготовляют браслетики. Но я заказала для того, чтобы попробовать сделать серединку, которую показывает Мариша Пастухова. Она показывает очень красивые серединки. Оставлю тоже вам ссылочку внизу. Если хотите посмотреть, какие красивущие серединки можно из этого сделать. Дальше. Дальше, что у нас там внутри в коробочке. В коробочке вот такие вот бусинки, полубусинки с пупырышками. Серебристые такие взяла. И еще я взяла золотистые. Надеюсь, они мне пригодятся. Хотя уже Новый год их закончился, но думаю, что их можно красиво... Им можно оформить серединку какого-нибудь цветочка. Особенно уже, когда пойдет летняя, весенняя тематика. Думаю, цветочки получатся красивые. Дальше. И еще. Видела у Томкина младчики вот такие металлические листики с проживоками. И заказала себе 5 штучек. Может кто-то из вас уже знает, что с ними делать. Можно их взять вот в ленточку, потом паяльничком хорошенько обвести, вырезать все эти такие штучки, прожилки. И получатся очень красивые такие оригинальные цветочки, то есть лепестки. Кстати, мастер-класс показывает Татьяна Василюк, если я не ошибаюсь. Очень красивые такие оригинальные листики получаются. Можете взглянуть себе, на Ютубе есть ее мастер-класс. Дальше. И еще одну штучку заказала. Вот это у нас идет шаблон для бантиков. Вы можете спросить, зачем тебе столько вот этих шаблончиков. У меня есть много-много всяких. Начиная от крестовины и от 6 см и дальше. Но десятку я как-то сломала. Не знаю, как я умудрилась. Вытягивала из коробки, делала бантики и сломала. Поэтому попросила Тамару, чтобы она выслала мне еще один вот такой пластиковый шаблон для бантиков. Тут пленочка снимается и получаются такие же прозрачные шаблончики. Можно и не снимать, кстати, потому что царапаться будет. Вот, дорогие друзья, вот такая маленькая посылочка мне пришла. Я с вами поделилась своими маленькими такими небольшими покупками. Спасибо вам за просмотр. До встречи в следующих мастер-классах. Пока-пока. До встречи в следующих мастер-классах. 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 Продолжение следует...